здравствуйте друзья меня зовут александра постного и я рада приветствовать вас на канале закреплял цветочник сегодня я решила сделать обзор фацхидеры пестролистный у меня был ролик уже про фацхидеру лизу лизе лиза как ее еще называют я рассказала в принципе о том как за ней ухаживать что из себя представляет растение когда пересаживать во что пересаживать поэтому если вы его еще не смотрели посмотрите а сейчас я просто сделаю обзор сорта почему я лизу взяла поставила рядом с пестролистный я думаю что вы угадаете с одного раза потому что я хотела показать разницу в листьях то есть видите у вот этой фацхидеры лиза ну у нее примерно где-то не знаю сколько сантиметров 7 лист у пестролистный сантиметров 9 минимум ну то есть вот почувствуйте разницу но так вот сейчас вместе поставим видно насколько крупнее лист принципе уход тот же самый это тоже фацхидеры сокрещенная с плющом именно поэтому она так и называется фацхидера гибрид фацхидеры появляются у нее новые листики вот такого вот видите нежно-салатового цвета абсолютно однородного когда она уже взрослеет лист у нее проявляется более четко темная и светлая окраска по краям была еще у нас другая фацхидеры по окраске но пока я ехала в магазин и и уже раскупили может быть сейчас мы эти две продадим найдем новых хозяев и привезем еще я вам тогда покажу еще и третий вид какой бывает она тоже очень очень интересная по сорту в принципе с ней проблемы могут быть те же самые то паутинный клещ заливать ее нельзя ну так как эта смесь у нас хидеры с фацхидера по моим искренним убеждениям является энергетически совместимым либо нет с человеком конкретным растением то фацхидера тоже может либо с вами подружиться либо нет если у вас есть фиалки у вас есть большой шанс на то что дружба ваша будет долгой если фиалки гибнут не растут плющи не растут скорее всего фацхидера просто не ваше растение растет она вот такой лианка видите садовники нам подвязывают к опоре и собственно это вот такой получается высокий достаточно пышный куст состоящий в принципе из нескольких стеблей я так предполагаю что ее можно черенковать потому что ну это все-таки смесь с плющом и соответственно если вам хочется сделать ее более пышной вы можете смело и и да здесь есть корешочки на стебле то есть когда вы покупаете вы смотрите на стебли есть здесь вот не видно на это не видно вот здесь я вам покажу я нащупала вот видите вот это вот пробиваются корешки если вы вот так вот срежете и поставите воду вас в течение двух недель появятся корешки и вы сможете укоренить растение и посадить его таким образом делать все более 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 пышный куст вот это у нас немножечко полосело поэтому у вас сейчас есть уникальная возможность купить ее спите пропис 50 процентной скидкой вдруг вы мечтали тогда это просто ваш шанс так что фацхидеры как и девушки бывают разные вот и наслаждайтесь можно всегда подобрать коллекцию если вы дружите с плющами вообще прекрасное решение вы можете взять фацхидеру как основу вертикальную посадить к ней плющи как ампельное растение у вас будет потрясающая шикарная композиция хорошо сочетающиеся между собой по фактуре листьев по уходу по освещенности по всему надеюсь это видео было вам интересным пишите в комментариях вопросы свои пожелания комментируйте я всегда рада вашим откликом и люблю их очень читать спасибо что досмотрели это видео до конца и до новых встреч